Денис, приветствую тебя! Снова на нашем с тобой совместном аналитическом творчестве, разборе и фундаментального и технического анализа, ну и, соответственно, оценки самых интересных возможностей, которые мы сейчас видим. Мы, друзья, вместе с Денисом с удовольствием делимся этими наблюдениями, поэтому уже за вами решение, стоит ли придерживаться этих рекомендаций или нет. Ну и традиционно, я думаю, что, и помню, мы с Денисом неоднократно делали акцент, обязательно контролируйте риски, насколько бы вы не были уверены в том, что рынок должен повести себя так или иначе. Тогда, Денис, не будем терять время, давай вкратце, в принципе, к тому, что мы с тобой обсуждали в прошлый раз и уже к актуальным возможностям. Начнем с меня. Так, в прошлый раз мы с тобой говорили о канадце, соответственно, я давал рекомендацию buy-stop с уровня 1.3550 и стоп-oss я тогда также давал ставить на уровень 1.3518. Это вот минимум с 6 июля. Ну, собственно, по текущей динамике видно то, что американская валюта дала слабину, канадский доллар укрепился. Все может измениться, безусловно, в пятницу, потому что завтра выйдут данные по рынку труда Канады и по прогнозам цифры там будут не очень. Но это опять же уже завтра и поскольку уровень стоп-лосса задет, не будем пока мудрить, я бы рекомендовал больше в пару на данном моменте не лезть. Что касается рынка нефти, также была сделка по продаже с уровня 42.40, сейчас мы находимся на отметке 43.07. Ранее, сейчас секундочку, вот 6 июля первые признаки коррекционного отката тогда на рынке назрели. Так, рынок откатил как раз в район 42.40 и вот восстановился. Сейчас очень важное значение ценовое от того, как рынок поведет себя дальше, в принципе, будет зависеть, что мы будем дальше лицезреть. Продолжение восходящего тренда, либо все-таки развитие больше нисходящей динамики. В плане фундамента, опять же, тем, кому он интересен, я рекомендую посмотреть брифинг, я детально разбираю нефть практически каждый день. Сейчас, конечно же, фон более такой, неоднозначный для покупателей и более располагающий по продаже. Но рынок нефти, как и многие другие рисковые инструменты, полностью сейчас игнорирует все опасения, которые связаны с коронавирусом и так далее. Даже вчерашние данные по запасам, которые выросли и по идее, могли бы стать причиной коррекционной динамики, были проигнорированы продавцами, покупатели так и не позволили наступить инициативу. И, в принципе, про эту статистику мы благополучно забыли. Я пока рекомендую держать все-таки короткие позиции, тем более, что до стопового уровня мы еще не добрались. Он находится на отметке 43.50, пока данный уровень держится. Продавцам стоит все-таки верить в то, что сценарий на дальнейшее снижение оправдается впоследствии. Сегодня я предлагаю обратить внимание на рекордсменов, в принципе, по росту, по интересу этой недели. Золото. Один из немногих активов, который реально очень хорошо сейчас, на мой взгляд, подвергается анализу. Уж не знаю, как с точки зрения техники, но с точки зрения фундамента уж точно. Золото прекрасно справляется и оправдывает свои защитные свойства. Вот у нас на данный момент уже котировки 1813. Ранее я рекомендовал, опять же, и на брифингах, и, возможно, в статьях, которые, не знаю, насколько следят те, кто просматривает сейчас контент за текстовым еще форматом. Ну, в общем, у Золота раньше были очень хорошие предпосылки для восстановления. Я готовил даже отдельный ролик на нашем канале YouTube, он есть, по перспективам теста 1800 и того, что с Золотом будет дальше. Сейчас, конечно же, поскольку мы забрались уже выше 1800, я предлагаю не терять надежды в то, что к этому раньше еще можно приобщиться. Полагаю, что рост будет продолжен дальше. В качестве сделки можно попробовать подкупить в случае коррекции к уровню 1800-1805 долларов за тройскую золото. Действительно, сейчас единственный актив, который вроде бы как чувствительен к фону, связанному с коронавирусом. И поскольку мы в последнее время, в последние дни видим снижение индекса доллара, которое очень многие связывают с тем, что власти США все-таки решили анонсировать еще один пакет стимулов более чем на 1 триллион долларов, это, конечно же, впоследствии может создать риск для инфляции. Золото, опять же, это хороший актив, чтобы страховаться от него. То есть, в качестве сделки, повторяюсь, байстоп с уровня 1800 долларов за тройскую унцию, при этом стоп-лосс можно будет поставить на уровень 1791, но потенциал роста не ограничиваем себе. И доллар-иена. Сейчас котировки 107.21, я думаю, что можно подпродать. Прямо с текущих стоп-лосс поставить на отметку, секундочку, выше уровня. Вот, получается, максимумы, которые были зафиксированы, тоже это совпадает. Ну да, 6-7 июля, локальные экстремумы, как раз 107.70. Почему ставка на снижение доллара против иены? Потому что в этой связке, конечно же, более защитные свойства выражены у японской валюты. И это связано с тем, что Япония является главным мировым кредитором. Соответственно, как только геополитический фонд, любой новостной фонд начинает портиться, это провоцирует инвесторов, конечно же, японских на возвращение капитала, что подстегивает именно интерес к японской иене и снижает курсы тех валют, из которых эти капиталы выводятся. Ну вот, против доллара очень интересная связка, опять же, может получиться сейчас. И действительно, мы видим то, что пара доллара иена снижается. Каких-то фундаментальных триггеров до конца недели уже не будет. Стоит сейчас положиться на общее изменение рыночных настроений и ту трендовую динамику, которая в данный момент наблюдается. Полагаю, что вот на вот этой волне выхода из доллара мы можем реально добраться уже к нашему следующему эфиру до уровня 106.50 и, может быть, даже ниже. Денис, слово передаю тебе. Хорошо, слово взял. Вот, отлично, мне должно быть уже видно. Итак, значит, мы с тобой на прошлом брифинге. Как раз у нас такая, скажем, камень проникновения был, это именно индекс доллара. Я дело в том, что как, собственно, раньше, так и сейчас уверен в том, что по индексу у нас будет исключительно нисходящее движение. Вот как раз график еще со вторника, я его даже не менял. Это, собственно, тест зоны продавцов, движение вниз. Первую цель уже взяли и вторая цель в районе 95.70. Собственно, от этого у меня весь анализ, в принципе, и плясал, потому что именно от бакса у нас сейчас происходят абсолютно все движения на рынке, которые вообще есть, в том числе и по золоту и, соответственно, по другим валютам. Значит, касательно, вот сегодня затронул нефть, нефть опять-таки с понедельника у меня абсолютно ничего не менялось. Собственно, анализ как был, так он и остается. Я вижу по направленности продолжения движения вверх, то есть приблизительно в район 44 баксов. Сейчас единственный вопрос – это вот пройти самое ближайшее сопротивление. То есть здесь у нас была и одна, вторая маржинальная зона, и также техническая область сопротивления тоже сделана. И если вот эту зону, диапазон 40.90, 41.60 цена походит, все, тогда с достаточно большой вероятностью, уверенностью я все-таки склоняюсь к варианту, что в область 44 баксов все-таки двинем. Касательно иены. Значит, иена прямо сейчас находится в области поддержки. Поддержка, на самом деле, достаточно сильная. То есть у нас здесь есть большое, такое крупное накопление сделано. Плюс ко всему еще и находится Депок. Тоже здесь, то есть это, соответственно, усиливает ожидания, усиливает вероятность покупки. Единственное, только я лично не покупал и не покупаю до сих пор, потому что здесь в идеале нужен четкий сигнал. То есть у тебя, я увидел, например, трендовую линию построенную по минимумам, то есть, соответственно, поддержки. Я с ней полностью согласен. Это правильное построение, да, такое имеет место быть. Но в идеале здесь бы, конечно, хоть какую-то кульминацию видеть. Потому что те объемы, которые здесь есть на данный момент, ну, они буквально нулевые, я бы сказал, нулячие. То есть потому что ни какого-то кульминационного процесса. Абсолютно здесь ничего. Поэтому я предлагаю здесь все-таки немножко подождать до произведения ситуации, появления какого-то более значимого сигнала на покупку и, соответственно, в дальнейшем уже действовать. Касательно золота. Ну, тут я признаюсь, меня вчера по золоту вынесло. Я продавал его от 1800, потому что это были у нас недельные уровни. Вот они 1795-1803. Это два недельных уровня просто жесточайшего сопротивления глобального. Поэтому я лично считал, что без реакции его пройти, по идее, не должны были. Вот, ну, как говорится, у рынка на этот счет свои взгляды, свои планы, которые не должны, в принципе, и не всегда с нашими совпадают. Вот, поэтому по золоту сейчас я вижу, да, действительно восходящее движение. Но опять-таки здесь буквально пустое пространство. Потому что, смотрю по опционам, большое ожидание, большая вероятность роста вообще в район примерно 1850. Потому что именно здесь находятся у нас основные недельные страйки, основные премии границ рынка у нас именно здесь. Зоны дисбаланса начинаются вообще в районе 1836, ну, короче, 1837, если округлить. Вот, начинается с этого уровня. Поэтому, по большому счету, еще и плюс в рамках восходящего канала, я считаю, что тут с тобой согласен, что золото действительно будет дальше расти. И, следовательно, если такой краткий межрыночный анализ сделать, то при росте золота вверх у нас, соответственно, иена может дальше еще попутнуться вниз. Хотя это крайне странное явление, что при достаточно сильном росте вчерашнего импульса, который даже за последние два дня, за вчера и позавчера, который произошел импульс вверх 1770 вплоть до 1815, это все-таки 415 пунктов, но это немало. Но при этом всем иена практически не среагировала, то есть это крайне странное явление, поэтому я больше за покупки иены и в то же самое время за продолжение покупок по золоту. Хоть это не совсем логично, но, по-моему, в последнее время рынок тоже не совсем логично себя ведет. С этим соглашусь, да. Да, поэтому игнорируя многие технические фундаментальные факторы, в принципе, такие не совсем рациональные движения, но, опять-таки, рынку виднее, мы не можем ему указывать, куда ему двигаться, что ему делать, поэтому рынку всегда виднее, поэтому золото все-таки вверх. Первая цель – это 1837 примерно в тех краях, а вот иену с этой зоны 107, 107.20 я бы советовал рассматривать на покупку, опять-таки, если дадут здесь четкий красивый сигнал. И не забываем о том, что индекс доллара все-таки по приоритету вниз, и ближайшую цель он выполнил, но это не финально, то есть финальная цель у нас находится ниже. Вот такое мое мнение. Спасибо, Денис, тебе за точку зрения, за аргументированную позицию. Следим, как и всегда, за тем, что будет дальше, как ведет себя золото. Безусловно, золото точно до конца недели просто так вот не оставит всех в стороне. Возможно, еще выкинет какую-нибудь интересную динамику, будем за ней охотиться. Денис, тебе хорошего закрытия недели и хороших выходных. И до встречи, смотрите снова. Взаимно. Взаимно, коллега, взаимно. Тогда до вторника, хороших выходных и пока-пока. Продолжение следует.